Чихуахуа мини, щенки и взрослые собаки. Мини-чихуахуа находится на пике популярности. Стоимость карликовых представителей пород оказывается больше, чем собак, соответствующих стандартам. Но и относиться к ней придется с большей заботой и вниманием, ведь крошечному питомцу некомфортно даже от прохладного ветра теплым летним днем. История происхождения. Большинство исследователей сходятся во мнении, что родина животного, штат Мексики, Чихуахуа, граничащий с Техасом. Местные торговцы продавали туристам небольших питомцев, которых называли по именам штатов собака Техаса или собака Аризоны. Чиуахуа вытеснила остальные обозначения, когда официально появился первый стандарт породы. Как выглядит мини-чихуахуа? К сведению, считается, что предком собаки был карликовый пес Тетчича. Он появился на территории США еще до нашей эры. По другой версии Чихуахуа впервые была обнаружена на Мальте, островном государстве, расположенном недалеко от Италии. Там обитали мелиты, предки Балонки. Это небольшая длинношерстная собака, у которой, как и у Чихуахуа, при рождении есть родничок. Интересные факты о породе. Мини-чихуахуа не является отдельной породой. Миниатюрные питомцы появляются на свет случайно, обычно это происходит при преждевременных родах. Размножению животные не подаются. В книге рекордов Гиннесса зафиксирована самая маленькая Чихуахуа. Этого звания удостоилась собака весом 170 граммов, рост ее всего 6 сантиметров 5 миллиметров. До этого популярность завоевал пес БУБУ, обитающий в США. При росте 10 сантиметров он весил 675 граммов. Обратите внимание, собаки слишком любят себя и требуют постоянного внимания. Если им кажется, что владелец недостаточно заботиться о них, они становятся презрительными. Но обычно любят хозяина, выделяя его среди остальных. Других же членов семьи, а также животных, не признают. Внешний вид и вес собаки. Чихуахуа мини может быть длинношерстной и гладкошерстной. Пушистые собаки более ласковые и спокойные. Особи же с короткой шубкой более задиристые и раздражительные. Породистую собаку легко узнать по следующим отличиям. Глаза выпуклые, уши могут висеть или стоять, главное, это их размер. По отношению к телу животного они кажутся непропорционально большими. Мордочка заострена. Голова по форме напоминает яблоко. В области темени прощупывается родничок, который еще не зарос. У чихуахуа множество окрасов, встречается около 17 оттенков шерсти. Наиболее редким признан голубой. Бывают белые чихуахуа, шоколадные, черные, рыжие, тигровые, лиловые. Лиловый окрас, к сведению. Мини чихуахуа весит не больше 1,5 килограмма. Отличие мини от стандарта. Существуют стандарты породы, по которым взрослые чихуахуа весят от 1,5 до 3 килограммов. Если пес совсем небольшой, это признается карликовостью. Но такие собаки, наоборот, больше ценятся. Когда пес весит меньше 1,5 килограмма, его условно относят к мини-представителям чихуахуа. Именно этим он отличается от обычных собак породы. Рост животного значения не имеет, в стандарте он не оговаривается. Разделение на мини и супер-мини. Супер-мини чихуахуа также представители породы, но они требуют еще большей заботы и внимания. Щенки рождаются настолько крошечными, что так и не вырастают до стандартных размеров. Вес взрослый супер-мини чихуахуа составляет от 500 граммов до 1 килограмма. Микропитомцы обычно еще меньше. Дефекты внешности и дисквалифицирующие пороки. Недопустимым считается окрас с пятнами. Это свидетельствует о том, что чихуахуа нечистокровный представитель породы, когда-то происходило скрещивание с другими собаками. К наиболее распространенным недостаткам относят следующие особенности. Заостренные уши, короткая шея и довольно вытянутое тело. Скрученный хвост. Собака точно подлежит дисквалификации, если у нее замечены следующие признаки. Отсутствие хвоста. Слишком вытянутое тело. Короткие. Уши, также купированные. Облысения. Длинные ноги и шеи, при этом очень маленькая голова. Силуэт животного напоминает оленя. Также исключаются совсем маленькие собаки, весящие меньше 500 граммов, и крупные, больше 3 килограммов. Обратите внимание. Характер и поведение пса также имеют значение. Важно, чтобы собака не была трусливой и агрессивной. Воспитание и дрессировка. Воспитывать питомца нужно с самого детства, чтобы он не проявлял агрессию по отношению к людям и животным. Для этого необходимо его социализировать, увеличивая круг знакомств. Нельзя проявлять силу по отношению к животному. И дело не только в том, что оно озлобится, собака настолько мала, что ей можно причинить вредь неосторожным движением. Ее нужно оберегать и заботиться, чтобы она чувствовала себя комфортно. Тогда она станет верным другом и компаньоном. Уход за шерстью. Собаку с гладкой шерстью нужно мыть несколько раз в год. После улицы можно сполоснуть под теплым душем, но лучше использовать одежду, чтобы животное не испачкалось. Слишком частое купание собаки противопоказано. Если у мини-чихуахуа длинная шерсть, то каждую неделю ее нужно вычесывать, чтобы она не сваливалась. Лучше приобрести специальную щетку, она мягко разбивает запутавшуюся шерсть. Уход за глазами. Регулярно нужно ухаживать за глазами-чихуахуа. Если они слезятся, и выделения при этом прозрачные, то беспокоиться не стоит. Достаточно убирать корочки и периодически промывать глаза. Обычно используют чайную заварку или ромашку. Также в аптеках продаются специальные растворы для промывания глаз. Их нужно очищать, чтобы удалить пыль и другие мелкие частицы. Заподозрить их наличие можно, если у питомца покраснели глаза. Важно. Если появляются гнойные выделения с неприятным запахом, то нужно обратиться к ветеринару. Уши, когти, зубы. Когти-чихуахуа нужно постригать по мере роста. Использовать при этом необходимо специальные приспособления для маленьких собак. Главное, действовать аккуратно, чтобы не повредить пальцы. Обратите внимание. Светлые когти осматривают на просвет. От розовой части отступают 1,5-2 мм и стригут, темные подпиливают. Уши необходимо периодически чистить предназначенными для этого средствами. Зубы регулярно осматривают. Небольшие собаки страдают от постоянного образования зубного камня. Он приводит к воспалению десен и ранему выпадению зубов. Удаляет его ветеринар, а чтобы исключить повторное появление, нужно предлагать питомцу грызть кости, можно давать галеты. Прогулки и поездки. Гулять с собакой нужно ежедневно, лучше выводить ее на улицу два раза минимум на полчаса. Небольшое животное постоянно мерзнет, зачастую даже в помещении ему требуется одежда. Поэтому нужно иметь гардероб на любую погоду, чтобы защитить питомца не только от мороза, но ветра, дождя и палящего солнца. Важно! Гулять нужно на поводке, периодически переносить собаку на руках через труднопроходимые места. Хозяину придется купить несколько комплектов одежды для своего питомца для прогулок. Рацион питания. Кормить животное нужно небольшими порциями, желательно составить график и не отступать от него. Чихуахуа может заиграться и пропустить прием пищи, нужно напомнить об этом, чтобы организм не ослаб и не страдал от потери сил. При кормлении можно использовать нежирное мясо, овощи, особенно морковь, каши, яблоки и бананы. Обратите внимание, запрещено давать животным молоко и перловку, слишком сильно перегружающим пищеварительную систему. Щенки Чихуахуа едят сильно измельченную пищу, иногда даже пережеванную. Можно перевести собаку на питание сухими кормами, подбирать которые нужно, опираясь на вес и возраст питомца. Болезни и продолжительность жизни. Чихуа мини склонна к болезням, которым подвержены собаки небольшого размера. Они не являются смертельно опасными и большинство из них можно предотвратить. У карликового Чихуахуа могут быть диагностированы следующие заболевания. Ожирение. Порок сердца. Гидроцефалия. Коллапс или сужение трахеи. Бранхит. В среднем собаки живут от 12 до 15 лет. Нужно помнить, что чем меньше собака, тем слабее ее иммунитет. У нее больше шансов заболеть, в том числе простудиться. Именно от ухода и заботы зависит продолжительность жизни Чихуахуа мини. Как выбрать щенка? Если родители щенка весят меньше 3 килограммов, то вероятность того, что получится мини Чихуахуа, возрастает. Щенок весит меньше килограмма. При выборе питомца нужно обратить внимание на его внешность и поведение. Разница между крепким и больным животным заметна сразу. Здоровый пес активен и подвижен, на голове не закрыт родничок. Обычно он зарастает в течение 12 недель, но чтобы полностью закрылся, может потребоваться до 3 лет. Иногда щель остается на всю жизнь. У него чистые глаза и уши, а шерсть блестит. Прикус у собаки правильный. Обратите внимание, характер питомца сложно определить заранее. Чихуахуа как мальчики, так и девочки, могут оказаться спокойными или задействыми. Диапазон цен. Цена щенка Чихуа зависит от его родословной и соответствия принятым стандартам. Приобретать животное можно в питомниках или у заводчиков. Лучше делать это по рекомендации, чтобы не нарваться на мошенников. Но чем популярнее питомник, а его выпускники удостоены наград, тем больше нужно заплатить за пса. Сколько обычно стоят собаки Чихуахуа? Придется потратить от 15 тысяч до 100 тысяч рублей. Недорого питомца легко купить, если у него есть дефекты, и он не может принимать участие в выставках. Такой пес стоит от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Звездочка. Мини Чихуахуа несколько дороже стандартных собак. Это объясняется веяниями моды, карликовые питомцы или карманы собачки находятся на пике популярности. Плюсы и минусы породы. К недостаткам породы относят. Бесстрашие, из-за чего собаки могут вступить в драку с неравным противником, что зачастую заканчивается. Плачевно. Ходят в туалет в квартире. Чихуахуа подвержен заболеваниями травмам, которые случаются, даже когда пес спускается с дивана. Необходимость почти всегда ходить в одежде не только на улице, но и дома. Плохо подается дрессировке. Среди достоинств мини Чихуахуа выделяют. Нет режима для выгула из-за приучения к лотку. Не нанесет существенных повреждений мебели. И ремонту. Редко гавкает. Мало ест и занимает в квартире немного места. Нагрузку для мышц можно получить и в домашних условиях. Можно брать питомца куда угодно. Простота в уходе, особенно за короткошерстными представителями породы. Мини Чихуахуа, небольшая собачка, вес которой обычно не превышает 1,5 килограмма. Она быстро привязывается к своему хозяину и становится для него хорошим другом. Уход за ней не обременительный, но затратный, особенно это касается необходимости покупки одежды. Звездочка цены указана на декабрь 2019 год.